Луч света в темном царстве под непривычным углом. Театре нации сегодня большая премьера спектакля «Гроза-гроза» по знаменитой пьесе Александра Островского. Постановка лауреата «Золотой маски» Евгения Марчелли заставит зрителя совершенно по-новому взглянуть на произведение, которое каждому знакомо еще со школьной скамьи. В этом уже успела убедиться Василиса Елисеева. Трагедия на грани абсурда, когда градус страданий завышен настолько, что зрителю становится уже не грустно, а скорее смешно. Сюжет Островского в оригинальном прочтении режиссера Евгения Марчелли, лауреата театральной премии «Золотая маска». Его называют мастером нестандартного подхода к классике. Чеховская чайка в его постановке предстала хищницей, а месяц в деревне Тургенева он трансформировал в комедию. На сцене Театра нации Марчелли вновь выходит за рамки пьесы и добавляет новые реплики героям. «Гроза» превращается в «Грозу-грозу» и вот уже Борис говорит на китайском, а городские жители поют современные хиты. Режиссер ломает стереотипы, при этом сохраняя главное – извечный вопрос о праве на любовь. Конфликт чувства и долга, глубокой веры и безудержной страсти вопреки всему. Пульт света в тёмном царстве. В общем, всё, что было как-то так сильно навязано, оно во мне вызывало всё время какой-то дикий ужас. Мне всё время казалось, но она же про любовь. Консервативный русский быт в минималистических декорациях. Кромешная тьма, стулья и бассейн, как символ реки и омута, куда главная героиня бросается с головой. Образ Катерины здесь тоже несколько изменён. Она уже не просто влюблённая девушка. Смелая, озорная и порой сумасбродная. Пробивается через все эти шкарлупки, отчаянно пробивается, чтобы всё это разрушить. И быть такой, какая она есть, и не притворяться. И поэтому мы так кардинально надели трусы и майкой, чтобы не прикрываться. Ещё один новаторский ход. Тихона, мужа Катерины и Бориса, её возлюбленного, играет один и тот же актёр, Павел Чинарёв. Несмотря на абсолютное внешнее сходство, сердце главной героини принадлежит всё же только одному из них. Почему? На этот вопрос каждый ответит по-своему. Не могу для себя тоже так в процессе репетиции говорил. Почему? Почему? Одного любят, а второго нет. Непонятно. В завершении открытый финал. Не прыжок с обрыва, а полёт. Как начало новой, более счастливой жизни. Василиса Елисеева, Александр Кучеровский, Дмитрий Белоус. Вести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!